МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понятно, что обо всем не расскажешь, но, наверное, позволю себе сконцентрироваться на некоторых, по моему мнению, главных вопросах, которые были приняты сегодня в ходе заседания. Ну, начнем, наверное, с того, что Рязанская городская дума своим решением сегодня установила официально дату празднования Дня города в Рязани, и этой датой названо 2 августа 2014 года. Да, Юрий Владимирович, совершенно верно. Согласно уставу, День города определяется на одном из заседаний Рязанской городской думы. А точнее, дата Дня города. Поэтому на протяжении уже последних лет Рязань празднует День города, 2 августа официально, это в День десантников, День воздушно-десантных войск. Но это справедливо, потому что город Рязань является тем местом, где куются кадры для столь важного направления в вооруженных силах Российской Федерации и вообще в мире. И училище уникальное. Фактически, Рязань – это колыбель воздушно-десантных войск с точки зрения подготовки. Рязань – это столица ВДВ, которая вот такое название. Причем оно, это название появилось именно от народа, фактически, не сверху. Очень важная вообще такая тема и патриотическое движение, которое в Рязани очень развито, на мой взгляд. Оно, безусловно, связано с нашим рязанским гарнизоном. Наш рязанский гарнизон – это и училище ВДВ, неотъемлемая составляющая жизни нашего города. Слава Богу, что это у нас есть. И, конечно же, в свое время было принято решение, чтобы связать День города с 2 августа. Хотя 2 августа – это не единственный день, когда жители могут праздновать День города, фактически, поскольку этот праздник, самый главный именно для Рязани, он отмечается в течение нескольких дней, как будет и в этом году, потому что на сегодняшний день администрация города готовит программу. В Думе было проведено совещание по тем вопросам, которые касались различных направлений, связанных с наполнением Дня города. Можно сказать, что действительно жители почувствуют и в этом году праздник, и это будет и 1 августа, ряд мероприятий. Я думаю, администрация города в положенное время доложит жителям, когда, какие мероприятия, где будут проводиться. И 2 августа, как я уже сказал, и 3 августа. И, как правило, в общем-то, обширный характер носит календарь этих событий. Касается разных совершенно слоев населения, разных возрастов, разные интересы. Мероприятия проводятся. В прошлом году была такая задача у нас, что максимально приближено к людям, чтобы в различных уголках города, чтобы было по времени очень удобно посетить и мероприятия, и локальные, и центральные мероприятия. Поэтому, надеюсь, что в этом году будет так же. Что касается следующего года, уже 2015-го, то Рязань будет отмечать 920-летие. И уже сегодня вместе с правительством области, Рязанской городской думой, администрация города уже вырабатывает сейчас те концепции, которые лягут в основу организации Дня города 2015. Поэтому, в общем, праздник действительно заметный, праздник важный. Вполне возможно, что в 2015 году эта дата будет установлена как-то иначе. Но этот вопрос остается открытым. Поэтому мы, безусловно, говорим о нынешнем 2014 году. День города 2-го года. 2-го года, совершенно. Александр Ильич, еще одно, на мой взгляд, даже историческое событие сегодня произошло на заседании Городской думы. Сегодня у нашего города появился очередной город по-братимы. Это город с героической историей. Город, на мой взгляд, очень красивый, очень чистый. И это братский нам город, это город Брест. Сегодня Рязанская городская дума официально установила партнерские отношения между Рязанью и городом Брест, Республикой Беларусь. Совершенно верно. Вы знаете, Ильич, есть ведь много таких вот основ для того, чтобы связать узами дружбы наши два города. Но, во-первых, у нас в Рязани очень много проживает белорусов. И белорусская диаспора или сообщество у нас, оно очень активное среди белорусов, очень знаковые люди для всей нашей Рязани, очень известные люди. И они вносят очень большой вклад в рязанцы. Они фактически уже стали коренными рязанцами по сути, а дети уже коренными рязанцами. Поэтому, безусловно, вот это явление, оно не может не сказываться на серьезной такой основе, формировании основы для установления столь тесных отношений между двумя городами. С другой стороны, ведь огромное количество рязанцев погибли, защищая нашу страну и освобождая Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. В том числе и в Брестской крепости тоже были среди защитников нашей землики. И это все правильно. И третье направление. Мы можем говорить о том, что те экономические возможности, которые дает государство для установления подобных отношений, они, безусловно, сказываются в позитиве. И сказываются в том числе и для наших отношений, наших двух городов. Поскольку и экономические союзы между Россией и Белоруссией делают так, что фактически экономически мы являемся, если не единым государством, то очень приближенным, максимально приближенным друг к другу. И, конечно же, те культурные связи, которые, возможно, будут установлены, они имеют очень серьезную основу, потому что два братских славянских народа, безусловно, имеют общие, даже языки похожие и так далее. И заметьте, когда сюда приезжают белорусы, они говорят на русском языке, они его воспринимают абсолютно как родной язык. И Брест – город, который первый на себя принял атаку, фактически атаку фашистской Германии. А на протяжении истории Рязанское княжество, на протяжении веков первую атаку принимало, то есть со стороны Дикого Поля. У нас есть очень много общего между нашими землями, между нашими народами и между нашими городами. Поэтому, конечно, вот такое сотрудничество, оно имеет очень большие перспективы, на мой взгляд. И могу сказать, что на протяжении последних двух лет уже в рамках реализации соглашений по ряду экономических направлений между городом Рязанью и городом Брестом, фактически эти отношения уже логично вышли на уровень, когда мы можем уже устанавливать побратимские отношения, партнерские отношения между городами. Это, кстати, серьезное дело, поскольку, если мы говорим о побратимстве, то, безусловно, должны быть и серьезные регламентирующие документы, которые будут, надеюсь, в ближайшее время подписаны, и мы ратифицируем уже через подписи данный договор о партнерских и побратимских отношениях между городом Рязанью и городом Брестом. Андрей Анатольевич, ну и еще буквально коротко, сегодня на заседании несколько вопросов касались зеленых зон города, и отрадно, что не сокращение этих зеленых зон, а увеличение, расширена площадь Комсомольского парка в московском районе Рязани, и опять же в московском районе Рязани теперь уже официально появилась зеленая зона, небольшая, но, тем не менее, на улице Мельвинска рядом с автовокзалом. Ну, тенденция по поводу увеличения зеленых зон, она является тем, что заложено и в программе администрации города, а когда мы, соответственно, да, проводили конкурс на, значит, замещение должности главы администрации города Рязани, и в программе администрации было очень четко прописан вопрос, который касался развития, в том числе развития зеленых зон. И могу отметить, что касается непосредственного участка на улице Новаторов, то с принятием сегодняшнего решения, переведя зону жилой застройки в зону парков и скверов, безусловно, мы способствовали тому, чтобы в парке, который будет в эти годы благоустраиваться, появятся и малые формы архитектурные, и парковая мебель, ну, я имею в виду скамейки, там, лавочки, и благоустроительные работы большие, различные зоны отдыха и активного отдыха, и тихого отдыха, когда просто люди могут там в тени деревьев побывать, почитать книгу в спокойной обстановке. И, конечно, это влияет и на настроение тех людей, которые проживают, конкретно мы говорим о комсомольском парке, так называемом, на улице Новаторов, то есть входная группа сейчас уже может спроектирована быть и появится, удобный подъезд к этому парку. Поэтому вот этот участок земли достаточно немаленький, он переходит уже в новую ипостась, в новую форму, форму территории зеленой, территории садов и парков и скверов. А около Мервинской, значит, улицы, участок земли, да, мы уже в свое время принимали решение по изменению генеральный план города, были проведены публичные слушания, ни одного возражения, конечно же, ни от кого не возникло, и сегодня мы привели, в соответствии с генеральным планом назначения этого участка, изменив правила землепользования и застройки, и уже окончательно переведя его в зону парков и сквер. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, спасибо, что сегодня вместе с нами, вместе со мной рассказали нашим зрителям о тех решениях, которые были приняты на заседании Городской Думы, глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской Городской Думы Андрей Кашаев в программе подробности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова